Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 16 ноября в Москве в кино концертном зале Московского дома ветеранов воин и вооруженных сил состоялся пленум Центрального совета Всероссийской организации ветеранов. Кто представлял Самару на пленуме организации ветеранов? Какие вопросы обсуждали участники пленума? В нашей студии Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самары. Ольга Николаевна, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Добрый день. Ну и вот давайте начнем тогда с самого начала. Итак, 16 ноября состоялся пленум Центрального совета Всероссийской организации ветеранов. Кто Самару представлял на этом пленуме? Потому что на самом деле события очень важные. Да, действительно очень важные и масштабные. В Центральный совет Всероссийской организации входят руководители ветеранских организаций областных, краевых, республиканских нашей великой страны. И в составе, в работе пленума приняли участие как раз все регионы нашей России. Самарскую область представлял председатель Самарской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Хоклунов Николай Петрович и я. Вы сказали вся страна, то есть получается, что это 89 регионов, то есть это по большому счету от Москвы до окраин. Именно так. Калининград, Владивосток, вновь присоединенные республики, Луганской, Донецкой народной республики. На пленуме присутствовал председатель ветеранской организации Донецкой народной республики, Луганск присоединялся через онлайн формат приветствия. И коллеги рассказывали как раз о том, как сегодня там они проводят работу и по формированию организации, поскольку в предшествующие годы вся вот такая общественная ветеранская работа, она была забыта. Вот. Вновь создаются организации, говорили о том, как помогает Россия вот в этой работе, как помогает всероссийская общественная организация и чем живут ветеранские организации сегодня. Вот. Мне посчастливилось познакомиться, быть знакомой с председателем ветеранской организации Астрахани, Новосибирска, Владивостока и уже сама география о том, что действительно вот наша большая страна и каким образом осуществляется работа ветеранского сообщества, это вообще очень интересно, очень познавательно, волнительно и ответственно, поскольку для участия в пленуме мне была отведена роль центрального выступающего, и я докладывала о работе муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара, дворец ветеранов, вот столь представительному сообществу. Ну да, и тем более, вот вы сказали, Астрахань это по Волжье, Новосибирск это Сибирь, соответственно, то есть вот такие, ну, совершенно разные регионы, и при этом это все вот единая страна. А какие вопросы обсуждали участники пленума? Потому что понятно, что, ну, как бы, вопросов, проблем, которые необходимо решать, ну, без них невозможно, как бы, это жизнь, и постоянно что-то происходит, что-то меняется. Вот в этом году что обсуждали, о чем говорили, о чем думали? Основная тема пленума была связана с взаимодействием ветеранского сообщества с органами власти по социальному, медицинскому, лекарственному обеспечению людей старшего поколения. И на пленуме поднимались вопросы, каким образом эти вопросы решаются на конкретных территориях, какие есть проблемы, какие есть достижения в данных вопросах, и шел такой обструктивный обмен мнениями и практиками, существующими сегодня по данному вопросу в нашей стране. Ну, то есть вы говорили, на самом деле, о таких практических вещах, то есть, как бы, касающихся непосредственно вот такой бытовой реальной жизни. Конечно, потому что главную задачу Всероссийская организация видит в том, чтобы дойти до каждого представителя пожилого человека, чтобы любой житель, будь он житель Камчатки или Калининградской области, чувствовал заботу общества, государства, общественности, и ощущал реальную помощь и поддержку в решении вот таких злободневных вопросов, как медицинское обеспечение, как лекарственное обеспечение. Говорилось о том, что, да, действительно, вопрос лекарственного обеспечения, он, пожалуй, самый такой злободневный, потому что пожилой человек, нуждающийся в лекарствах более чем в молодом возрасте, ощущает на сегодня рост цен на лекарства. Вот, и говорилось о том, что, действительно, ветеранское сообщество, взаимодействуя с органами власти, с министерствами, с ведомствами, они влияют на мониторинг вот такого ценообразования, да, имеют возможность выйти на конкретных людей, я имею в виду из власти, которые ответственны за решение тех или иных вопросов. Вот, и рассказывалось о том, что, да, имеются такие, ну, вопросы именно решения этих вопросов на территории России и в чем конкретно они выражаются. Вот, поэтому состоялся такой конструктивный обмен мнениями, но предшествовал ему доклад председателя Всероссийской организации Пифанова Владимира Александровича, который представил в целом опыт страны, тех или иных территорий в решении этих вопросов. Вывод один, что, да, необходимо ветеранам активнее участвовать в решении данных вопросов, выходить на органы власти, не самим инициировать эти вопросы мониторинга, контроля этих вопросов и решения тех или иных задач. И было очень приятно, что практически все отмечали, что, да, власть слышит, власть реагирует на эти вопросы, открыта к диалогу и есть действительно конкретные достижения. Вот, в теме данного, ну, в теме пленума, по теме пленума. Вы руководите Дворцом ветеранов, организация такая уникальная, на самом деле, ну, в рамках не только Самарской области, а в рамках всей России, это как бы тема такого отдельного разговора. И вот вы наблюдали выступления представителей всех регионов России, то есть вот 89 плюс, так сказать, наши новые регионы. Вот глядя на то, глядя на то, что они рассказывали, вот слушая опыт, о котором они рассказывали, что можно взять для Самары? Вот чему можно поучиться и что можно взять себе на вооружение, потому что это, на самом деле, самое главное. Вы знаете, Ян, помимо обмена мнениями территории, предшествовал вот моему выступлению, представлен был опыт Московского Дома ветеранов войн и военной службы. И коллеги как раз рассказывали о системе работы своего Дома ветеранов вот в решении этих вопросов. И для себя я услышала ряд интересных проектов, которые решаются на уровне Москвы, но которые могут быть интересны и полезны во всей стране. В частности, вот председатель Дома ветеранов рассказывал, Совета Дома ветеранов рассказывал о проекте, который реализуется на территории Москвы, который называется «Тревожная кнопка». В чем суть этого проекта? Она состоит в том, что разработан такой технический комплекс, то есть у ветерана есть телефон, который работает как телефон, но переворачиваешь этот телефон, и там красная кнопочка, тревожная кнопка в прямом смысле. И речь идет о том, что у пожилого человека, у одиноко проживающего пожилого человека ежесекундно могут возникнуть проблемы, перед которыми он окажется таким бессильным, беспомощным. Касаемо здоровья стало ему плохо, решение каких-то коммунальных вопросов потекла труба, например, в доме, или просто ему одиноко, и он есть желание поговорить. И вот на базе этого Дома ветеранов существует круглосуточно работающий колл-центр, который принимает эти тревожные звонки, и ветеран может он говорить, значит, он объясняет свою проблему. В частности, вот было продемонстрировано, когда связался ветеран, которому стало плохо, он упал в это время, и он, нажав эту кнопку, связавшись с диспетчером, объясняет, что мне стало плохо, мне нужна помощь. Я нахожусь там-то, но там уже это настроено все, то есть эта тревожная кнопка уже дала адрес, имя, отчество этого ветерана, вот, мне нужна помощь, и о том, что ключи находятся у соседей. И уже диспетчер говорит, да, мы высылаем к вам скорую помощь, не переживайте, не двигайтесь, лежите, не вставайте, и вам скоро будет оказана помощь. Вот, прорвалась труба, значит, он, нажимая тревожную кнопку, к ним пришлет коммунальщиков. Ну да, потому что человек находится в стрессе, и он говорит, что я не знаю, что мне делать. Да, и как раз вот и от того, что это круглосуточное, это действие тревожной кнопки, человек не остается, пожилой человек не остается один на один со своими проблемами, и ему приедут, ему помогут. Еще один проект, который очень интересен, на мой взгляд, это санаторий на дому. То есть пожилой человек, условно говоря, сломана шейка бедра, он не встает, есть заказ, и к нему приезжает бригада, которая проведет необходимые процедуры, массаж, какие-то инъекции сделает, какие ему есть показания. То есть его не надо в стационар везти, не нужно нанимать каких-то людей, есть вот такая форма, как санаторий на дому. Еще очень интересные, конечно, моменты, связанные с целой, вот в Доме ветеранов, системой сиделок. То есть это целая служба, когда человек, нуждающийся в этой помощи, одинокопроживающий, получает от Дома ветеранов вот эту помощь, когда есть круглосуточные сиделки, есть там на какие-то время, можно привлечь. Поэтому очень интересные такие моменты, конечно, связанные с тем же лекарственным обеспечением, когда люди, нуждающиеся, которые у них на учете, они получают, там есть утвержденный перечень лекарственных средств, и за них платит Дом ветеранов. То есть эти люди получают бесплатную такую лекарственную помощь. Вот интересные, конечно, моменты, которые связаны с тем, что на базе Дома ветеранов московского действует социально-медицинский центр, реабилитационный центр. И те же ветераны, участники Великой Отечественной войны, военной службы, участники боевых действий, имеющие заслуги перед Отечеством, имеют возможность прохождения, реабилитации, лечения на базе вот этого социально-реабилитационного центра. И, конечно, я восхищалась базой. Это и бассейн, причем полноценный такой бассейн, это криосауны, это огромнейший для лечебной физкультуры центр. Это замечательные, даже есть возможность позагорать, если человеку необходимо. Солярий. Солярий, да-да-да. То есть есть два варианта пребывания в этом центре. И это стационар, и это дневной стационар. То есть стационар, когда круглосуточно на оздоровление, и дневной стационар, когда люди получают те или иные процедуры по показаниям. Поэтому, на мой взгляд, вот как раз Московский Дом ветеранов – это такая цельная структура, которая предоставляет вопросы оздоровления, лечения, обеспечения лекарственным обеспечением, и проведение каких-то мероприятий. Потому что в структуре Московского Дома ветеранов еще и есть парк, Екатерининский парк, когда проходят мероприятия на открытой площадке. Здесь важно подчеркнуть только, чтобы зрители понимали, речь идет о организации ветеранов вооруженных сил, правоохранительных органов. То есть это как бы, ну, то есть не все ветераны Московской области, как бы речь идет именно о ветеранах. Да, это москвичи имеют право пользоваться, только москвичи и люди, которые относятся к армии. К армии. Да, ветераны Великой Отечественной войны, естественно, ветераны вооруженных сил, инвалиды первой и второй группы, получившие инвалидность в ходе выполнения своих обязанностей, обязанностей, военных обязанностей, люди, имеющие особые заслуги перед Отечеством и вдовы. Вдовы тоже как раз военных, да, военных пенсионеров. У меня вот, кстати, вот эта вот идея с тревожной кнопкой, ну, она мне показалась, на самом деле, совершенно замечательной. Почему? Потому что она технологически достаточно, ну... Решаема. Решаема, спокойно решаема. И она чрезвычайно удобна, потому что вот в наше, там, достаточно сложное время человек, который живет один, к сожалению, по каким-то там обстоятельствам, он... Ну, это и вопрос безопасности на улице. Это вопрос безопасности на улице, дома, в квартире. То есть, не дай бог, что-то произошло, он нажал кнопку и понимает, что произошло что-то плохое. В любом случае... Да, 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 потому что вот действительно в стрессовой какой-то ситуации, да, человек просто может... Растеряться. Да, 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 а эта кнопочка, которой у него хватит пальцем нажать сил, она может действительно, ну, в прямом смысле жизнь спасти пожилого человеку в тех или иных ситуациях. Жизнь, ну, или как минимум деньги, если вдруг, допустим, там, ну, идет звонок от каких-то мошенников, например, и человек теряется, потому что психологическое давление очень мощное идет, он как бы может вот сказать, сейчас подождите, нажму-ка я вот эту кнопку. И мне люди, которым я доверяю, да, смогут мне ответить и посоветовать, как быть в той или иной ситуации. Или просто быть услышанным, потому что действительно я у нас в пожилом возрасте, у многих людей как раз еще самая большая проблема – одиночество. Дети, пусть они в соседнем доме, но у них своя жизнь, они... Свои проблемы. Свои проблемы, они их решают, да, человек остается один на один. И рассказать о своих страхах, рассказать о своих переживаниях – это крайне важно. И как раз вот этот колл-центр по этой тревожной кнопке как раз позволяет и выговориться в том числе, и быть услышанным, даже если просто душевно плохо, психологически плохо. Также поднять настроение человеку и дать какие-то новые смыслы, ориентиры в жизни дальше. Я бы вот хотел отметить, что вот на фоне всего этого Самара – это весь город уникальный, потому что у нас единственный регион, где есть свой дворец ветеранов, причем для всех людей пенсионного возраста. И, соответственно, работает он давно, опыт накоплен большой. Я сейчас предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу, поговорим о том, вот каким опытом вы поделились. То есть, что могут на вооружение взять, так сказать, другие регионы России, потому что, что мы будем рассматривать, я теперь примерно понимаю. Теперь хотелось бы понять, вот, что мы им предложили. Давайте посмотрим сюжет. Давайте. Музей малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренные» по размерам невелик. Но Ольга Петрушкина может рассказывать об экспонатах часами. Частые гости здесь – школьники. О многих вещах они слышат впервые. Лагеря, их очень много, страшно. Вот эти вот газовые помещения, в которых людей загоняли. Страшно, очень. Каждый экспонат и каждая фотография здесь уникальны. Собирать их в свое время помогали сами бывшие малолетние узники концлагерей. Например, этот кесет был найден в лагере «Аушвиц» или «Асвенцем», как называют его поляки, у входа в газовую камеру. Вот этот кесет, так как он был найден у входа в газовую камеру, это в любом случае свидетельство того, что его хозяин, к сожалению, погиб в застенках этого лагеря. Но то, что в результате вот такого долгого путешествия, вот такими долгими путями этот экспонат попал к нам в музей, это невероятная удача, потому что мы имеем возможность вот так через вот такие маленькие предметы прикоснуться к истории, прикоснуться к судьбам людей. Музей «Непокоренные» – один из немногих в Самаре, где рассказывают о том, что такое фашизм в отношении мирного населения. Раньше экскурсии проводили сами бывшие малолетние узники концлагерей. К сожалению, сейчас многих уже не стало, но их дело продолжается. Музей «Непокоренные» создан в 2008 году при Дворце ветеранов по инициативе членов Самарской региональной общественной организации бывших малолетних узников концлагерей. Экспозиция открыта ежедневно. Здесь проводят экскурсии не только для школьников, но и для взрослых. Приходят сюда и целыми семьями. Ольга Николаевна, ну вот есть на самом деле в Самаре что показать и есть чем поделиться. Вот о чем вы рассказывали в Москве? Вы знаете, Ян, я очень переживала после приглашения принять участие в этом пленуме, потому что действительно представить опыт Самарского дворца ветеранов всей стране и рассказать так, чтобы в 12 минут представить всю систему, системообразующие элементы деятельности дворца, достаточно было сложно и волнительно, и ответственно, очень ответственно. Но вот по итогам выступления, по итогам обсуждения и рекомендаций, которые по итогам работы пленума были приняты, опыт Самарского дворца ветеранов признан уникальным и рекомендован к внедрению на всей территории нашей России, ввиду его эффективности, инновационности и особой такой патриотической направленности. Начала я свое выступление с того, что Самарский дворец ветеранов был построен по инициативе участников Великой Отечественной войны, которые в далеком 2001 году обратились к тогдашнему главе о том, что ветеранам Самары нужны, нужен свой дом. И он появился в кратчайшие сроки. И с тех пор, вот более чем 20 лет дворцу ветеранов, то есть 22 года, 9 мая, открытие его было как раз в День Победы 2001 года, прошел такой длительный путь развития, и сегодня по праву его можно назвать социальным явлением или социальным феноменом, рожденным на Самарской земле. Понятно, что опыт рекомендован, опыт интересен, но в то же время мы понимаем, что вот такой дворец ветеранов, он мог быть реализованным только в Самаре, как другой, там, другой, если будут открывать в другом городе, он будет уже другим. Уникальным будет, конечно. Уникальным, но другим, потому что люди, прежде всего люди формировали его, вот, его содержание, его структуру, ветераны. Вот, и я говорила о том, что, какими ресурсами располагает дворец сегодня, что это основное здание, что есть два клуба ветеранов в двух районах города, что по, значит, распоряжению администрации мы имеем, при поддержке администрации нашего города, мы имеем возможность проводить наши мероприятия практически на любой, в любом муниципальном учреждении культуры, в дворцах культуры, в музеях, в выставочных залах. И это, конечно, расширяет, расширяет возможности нашего дворца. Говорила о том, что дворец ветеранов сегодня – это действительно большой дом, теплый дом, где хорошо, уютно каждому, как в семье, и каждый, приходящий к нам, любой, вне зависимости, есть у него ветеранского удостоверения, нет такого, но человек пожилого возраста, пенсионного возраста, желающий найти какие-то новые векторы в своей дальнейшей жизни, он может к нам обратиться и найти и помощь, социальную адаптацию, реабилитацию. А делаем мы это все в рамках социально-культурной деятельности. Основными направлениями являются три. Первая – это просветительская социокультурная деятельность. Эта организация направлена на поддержку интеллектуальных способностей людей пожилого возраста. Это организация образовательных курсов, в том числе направленных на освоение компьютерных технологий, современных технологий. Организация лекций с специалистами по совершенно разной тематике и по социальным вопросам, и по оздоровительным технологиям. Вот совсем недавно у нас прошла встреча с сотрудниками МВД, по современным способам мошенничества, которые осуществляются, прежде всего, конечно, в отношении пожилых людей. Конечно. Второе направление – это творческая социально-культурная деятельность. И сказал о том, что на нашей базе сегодня действует 30 объединений клубов по интересам. Хоры, танцевальные коллективы, клубы общения. Самые разнообразные на любой вкус. Также Самарский дворец ветеранов является организатором таких уже, ставших брендами Самарской области, фестивалей конкурсов. Таких, как фестиваль по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны». Кстати, пользуясь случаем, позвольте пригласить всех желающих. Обязательно приглашайте. Когда и где? 22 ноября в 14 часов во Дворце культуры «Нефтяник» в Куйбышевском районе, это улица Кишиневская, 13, состоится гала-концерт. И в этом году он у нас особенный, но он девятый, но особенный тем, что мы его делаем совместно с Ассоциацией городов Поволжья, и на наше приглашение поучаствовать приняли приглашение 10 регионов нашей страны. И к нам приедут ветеранские танцевальные коллективы из Ешкаралы, из Ульяновской области, Димитровград, Пензенская область, к нам приедет Уфа, Башкортостан, к нам приедет Киров, Кировская область. То есть вот такой интересный будет праздник танца, грации, такой красоты особенной в рамках нашего фестиваля «Самарские сезоны». Кроме того, уже более 10 лет мы проводим фестиваль русского песенного творчества «Самарская вишня», который объединяет любителей народной культуры. Для мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества мы проводим фестиваль-конкурс, направленный на поддержку такого искусства декоративно-прикладного и художественного. Называется «Серебряное созвездие мастеров». Отдельно рассказала ветеранскому сообществу, участникам Пленума, о нашем проекте «Ветеранская книга рекордов». Уникальный проект, который все участники подтвердили, который в этом году уже вышел 10-й сборник достижений пожилых граждан, который мы назвали «Мастерство и вдохновение». Как раз он рассказывает о людях, которые после выхода на пенсию не остались в стороне от жизни, занимаются творчеством, пишут книги, занимаются спортом, общественной работой, патриотическим воспитанием. И все мои коллеги подтвердили, да, действительно, этого не хватает. Нужно, чтобы о таких людях знала власть, знала общество, знали земляки и имели возможность как раз на их примерах осуществлять патриотическое и духовное воспитание, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, вот на таких образцах. Следующее направление – это рекреационная социокультурная деятельность. Она направлена на организацию отдыха, досуга людей пожилого возраста. И здесь спектр услуг Самарского дворца ветеранов, ну, очень большой. Это концерты, балы, выставки, фестивали, это экскурсии, это самые различные творческие встречи. Кроме того, осуществляем мы развитие мотивации граждан пожилого возраста к занятиям физической активностью, спортом. Среди наших клубных формирований 10 имеют физкультурно-оздоровительную направленность. И здесь самый тоже такой разнообразный смектор, начиная от утренней зарядки. У нас есть аэробика, у нас есть дыхательная гимнастика, у нас есть адаптивные спортивные игры, которыми могут заниматься люди с любым состоянием здоровья и возраста. У нас есть скандинавская ходьба, у нас есть шахматный клуб. Да, замечательный, кстати. Замечательный шахматный клуб. И мы, собственно, проводим городские, областные фестивали третьего возраста по самым различным видам спорта. Об этом я рассказала коллеге. И конкретно сделала упор на нашей работе по поддержке ветеранского сообщества, некоммерческих общественных организаций, области и города. Говорила о том, что мы предоставляем офисы для работы общественных организаций. Это тоже такой интересный опыт. И многие коллеги сказали, да, у нас такого нет. Мы готовим и помогаем ветеранским организациям в проведении их социально значимых мероприятий. И здесь в зависимости от того, какими ресурсами располагает организация, мы можем от того, чтобы просто предоставить помещение, актовый зал для проведения заседаний, пленума, встреч ветеранской организации, взять на себя подготовку, организацию, что называется мероприятие под ключ. С написанием сценария, с приглашением артистов, наши ведущие, наше дежурство и так далее, звуковое оформление. Вот. Это тоже с таким интересом было воспринято. И, конечно, рассказала о том, что мы выпускаем газету. Газету ежемесячно о ветеранах и для ветеранов. Самарский ветеран. Делаем мы это совместно с ветеранскими организациями. И прежде всего, конечно, рассказываем на страницах газеты о том, как живут, чем живут ветераны, города, области. Даются какие-то советы, рассказываются проблемы, темы, которые волнуют пожилое население нашей страны и города соответственно, и даются какие-то рекомендации. Отдельно остановилась на вопросах как раз взаимодействия в патриотическом воспитании подрастающего поколения. И тот сюжет, который был показан в музее бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренные», это одна из музейных экспозиций нашего дворца. Действительно, музей уникальный, созданный самими узниками. Сейчас мы взяли на себя такую миссию, поскольку узников становится все меньше, и еще меньше имеют возможность уже приходить к нам, проводить экскурсии. То сотрудники дворца ведут такую исследовательскую работу и проводят экскурсии. Все это безвозмездно. Я сказала о том, что есть музейная экспозиция, которая сравнительно недавно у нас открыта, в год 75-летия Победы. Это музей культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Куйбышева, который город, который в одночастие принял на себя функции запасной, культурной и во всех смыслах столицы, политической столицы всей нашей большой страны. И наш музей как раз рассказывает о страницах вот таких малоизвестных, но немаловажных страниц истории нашего города и о различных культурных пластах жизни куйбышевцев в то время. Ольга Николаевна, к сожалению, время, программа подходит к концу, мне подсказывает. Вот я подумал о том, что на самом деле самое главное преимущество, для того, чтобы все это было, необходимо, чтобы во всех регионах был такой же дворец ветеранов, как у вас. И вот можно только пожелать им построить такой же дворец, и тогда всю эту работу можно будет вести. Да, это было рекомендовано, и как раз такая практика, она может быть эффективной и полезной всем. Ну а пока было только сожаление у многих. И пожелание построить. И пожелание построить. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии была Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самары. И помните, что все мы когда-нибудь будем пожилыми людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова